всем привет уважаемые подписчики и зрители канала с вами титан и я продолжаю играть в hardstone показывать на сегодняшний момент такие произошли изменения в мете за сентябрь в частности сентябрь заканчивается но тем не менее колоды сентябрьские есть их можно собрать что-то поиграть попробовать добавить свои какие-то карты которые есть в общем экспериментируйте я вам показывать то что у меня есть на данный момент что-то стопроцентно собрано из скажем так из интернета что-то изменено что-то вообще полная сборная солянка лично моя об этом и в предыдущем предыдущей серии рассказал и давайте быстренько начнем попробуем сегодня показать два героя чтобы как-то было так эффективно и то что я после секрета дина паладина на секретах так скажем по-другому хотел собрать я хотел собрать тотем шамана шамана на тотемах все еще с ним как бы скажем экспериментирую основа была взята опять опять таки говорю с интернета с достаточно хорошего достаточно с хорошего сайта монокост за сентябрь ну-ка ну я я уже показывает потому что их не хочу останавливаться если кто предыдущий можете на паузе там посмотреть но ты сейчас покажу да чуть-чуть я своего добавил уже тотем чиков своих добавил но все но все еще знаете какую думаю добавить потом как-то и у меня нету вот эту карту вещица тотемов боевой клич получает плюс один плюс один за каждый ваш тотем ну как у меня будет возможность пыль пыль у меня накопится я ее хотя бы одну сбегу включу в колоду и потом как-нибудь в каких-то видео других вам скажу насколько она эффективно получилось мы сейчас давайте просто поиграем шаманов как я говорил ранее я почти сто процентов собрал шамана 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 на тотемах но почему-то у меня либо я с ним неправильно как-то играл но мне показался слабее чем я ожидал и я его чуть-чуть добавил тотемов которые посчитал еще что-то там убрал что добавил чуть-чуть чуть-чуть стал посильнее ну на мост вот но что же там так долго то ищется на эй барабан ну вот нашелся а вроде не утром не вечер не знаю не ночью так игра мы против разбойника это неважно в данном случае я просто вам показываю именно что представлять собой тотема шаман вот это нас пока что не нужно на первую руку это тоже вот так пока оставим даже знаю что я поменяю вот паучка если их 2 я его один сделаю один поставлю на вещицу по тотемам по так он называется и посмотрим насколько это эффективно если она мне понравится вообще эффективно будто я паучка вообще уберу если два у меня ну что ж там противник думает мне почему-то всегда нравится больше вторым ходить что есть монетка как-то вот не знаю ну давайте стремим какие-то сейчас полетит так ну что ж не будем отвлекаться так 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 давайте подождем давайте подождем потерпим если что-то даже у нас будет бить бить не хочу я все-таки как-то монетку разыгрывать для тотема вот этого а вот он нас и не бьет что же еще а давайте вот этого пусть он снимки хочет то и делает хочет бьет хочет не бьет него вообще не жалко поэтому я говорю в общем-то хорошая карта до имеют виду одержимый ползун почти почти во всех а на колодах но как-то нам не стало не очень нравится не знаю почему верно потому что какие-то появились более интересные как-то что ли нет мое мнение я могу ошибаться так он его убил на стола 2 и 1 убил обновил оружие он обновил оружие так давайте сделаем вот так хорошего выдвинем 1 крошера пока что просто я хочу дождаться других каких-то карт с тотеном с тотемами связаны и пока тотема не выставлять хотя в принципе можно уже вот на следующий ход наверно выставить у меня убьет прошлого хорошего что в принципе меня устраивает потому что опять же у меня будет какая-то карта ну не очень хорошая конечно но 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 все же либо он сейчас потратит какой-то карту чтобы его убить либо я его стукну в лицо поэтому ну что ж неплохо было конечно защитника гусах хотя бы кто-то еще бы стоял было бы неплохо но давайте вот так сделаем давайте мы его усилим и и и и и и что более эффективно было давайте разыграем вот этот тотем у нас хотя бы как даст то чтобы сильно нуждался в них ну вот да я вот этого ждал клыка шамана а потом бы желательно пришел бы вот как раз таки как же всадник на кода в общем который дает за 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 воодушевление так что нас это убил это убил ну ладно 4 да ну хорошо не схватим не дубки о это очень хорошо и мы теперь смотрите как можем атаку сделать вот это мне из этого вышло это механик спрашивать а теперь вот если он нас не убьет не убьет потом будет так ну это не страшно это он у меня убивает принципе неприятно но опять таки не смертельно так 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 сейчас надо подумать сейчас надо подумать ребята вы знаете что лучше мы сдану мы вот так вот сделаем смотрите вот так и защитником аргуса мы сделаем так и того у нас получается три защитника это хорошо мы бьем в лицо пусть он там бьет наши то эти мы поняли таунты защитники наши пусть он бьет как хочет их не собственно не жалко свою задачу они выполнили то есть защиту и то что в лицо я ему стукнул до хамига сколько у него этих но врача не поединички в принципе они мне не страшны но убил у меня этого хорошо но сейчас еще убьет этого ну получит 4 в лицо но уже 10 меня это устраивает полностью 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 устраивает вот ну что ж я могу конечно можно конечно тогда сделать так он у него то 6 да 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 он у меня от убьет и потом не 6 в лицо камер тебя во первых не слышно ребята если с тобой буду говорить а будет очень получаться плохо поэтому ты не пожалуйста не мешай мне нет да ты давай что ты там неплохо сыграно кто неплохо сыграно ладно мы вот так вот сделаем я понимаю что это не очень я могу в него я могу в него так он меня 6 7 8 8 ничего мне 8 в лицо если не больше у него осталось 7 если он нет лечилки а ему еще нужно убивать моего желательно элементария талия потому что если он его не убьет я нанесу 6 а там чем-нибудь еще нанесу поэтому он его мне решил не убивать да и это плохо потому что вот сейчас я прямо вот и и выиграл вот ну что ж ты наверно мы успеем еще одного герой посмотреть это был тотема шаман сейчас я запишу тотема шаман был внутрь мы уже выполнили здание и что следующее чтобы показать интересное я на это по интересности давай это разбойник ну патрон воин не знаю кто видел никто не видел фейс охотникам понятно ну давайте патрон воина покажем покажу я если получится давайте патрон воина посмотрим сразу скажу что ими играть чуть сложно более сложнее чем секрет одином чем наверное тотема шамана не знаю ну вот но достаточно фиг но против нас тоже воин будет и будет еще смешно что если он на золотой во первых воина если он патрон воин тут вообще будет весело так давайте так оставим естественно мрачный за всех датой две карты она это сам на чем собственно патрон воин построен и на том что вы своим картам наносите один урон вот видите вот это вот и еще хорошее комбо когда вы выставляете они это не патрон воин скорее всего выставляете как он называется забыл но в общем вы срывком у вас получается вот вот эта карта если вы выставили другую но я покажу я забыл как он называется то есть вы ее выставляете потом до этого мрачного за всегда то у вас он получать срывком вы ударяете какого то значит вражеского юнита который наносит вам либо один урон либо два у вас получается за всегда той он становится опять срывком и вот так вот так вот это Просто жесть получается Ну если два урона Я беру карту Ну да, я беру карту Да, он просто станет, конечно, у нас этот самый 2-1 А я его могу этим убить, в принципе Да Как-то я тут странно все сделал Ну да ладно Просто я показываю именно Колоду, механику Патрон воина, кто еще не знает Очень Самая сильная колода была до того Как появился Секрет 1 Ну, Фейсхант И Патрон воин были Самые сильные колоды, они и сейчас остаются Самыми сильными Но Секрет 1, скажем, их Немножко обгоняет Потому что Ну потому что им легче Играть Секрет 1 Из-за этого В общем-то И причем им играют И на маленьких уровнях И на больших И вообще в легенде Там Там с десятых уровней Там как-то С десятых по пятых С пятых по легенду По-моему, в общем Везде он используется Секрет 1 Ну, Патрон воин Тоже достаточно распространен И Именно он В общем-то В основном Именно им можно играть против Секрет 1 Поэтому имейте ввиду Так Что у нас Что у нас Плюс 5 А, ну да, конечно Казин Что-то я задумался Что-то я задумался Так Пока усилимся Возьмем карту Не знаю вообще Этот патрон воин Или это вообще Какой-то другой воин Но То, что он золотой Меня это Немножко настораживает А если это еще Контроль воин С легендарками Это Очень даже плохо Пока я не могу понять Что это за воин Так Вот теперь Да, завсегда Это мы можем Но мы пока Его не будем Выставлять Жалко У нас нет Монетки Монетка Бы понадобилась Ладно Будем Так вот Будем Терпеть Набирать Карты Пусть он Нас бьет Я как бы Пока что На это могу Пойти Пока что Могу Пять И будет Шесть И будет Шесть Но Тоже Нормальная Комбо Но Хотелось Хотелось Другое Комбо Ой У нас Он уничтожил Причем Так Плохо Уничтожил В смысле Вот Я Мелду Вот это Командир Песни Войны Вот Его вытаскиваете А потом Уже Мрачного Завсегдата То есть Это нужно Восемь Поэтому По этому По этому По этому До восьми Придется Терпеть Ребята Терпеть 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 Я как-то Неправильно Сделал Но да ладно Без разницы В принципе Сейчас А вот А вот Семь У нас Будет Семь У нас Это не Восемь Это будет Семь Жаль 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 Будем Терпеть Я не Я не знаю Просто Когда На восьмом Ходу Это очень Хорошая Комба Это самая Комба Из комбо Нужно Потерпеть Это не Страшно Это в лицо Тоже В принципе Терпим Терпим Ребята Так Все зависит От того Что нам Сейчас Придется Ого В принципе Неплохо В принципе Неплохо Вы знаете Мы Давайте Сделаем Вот так Все таки Сделаем Вот так Сделаем Вот так Вот И что я могу Сказать Будем Терпеть Последний раз Последний раз Терпим Вытаскиваем Комбо Вот Ага Он Нас Ну пусть он Либо в нас Либо в этого Ну в принципе Меня устраивает Что он В этого Ударил Ну Два В лицо Мы Можем Вытерпеть Вот А сейчас То что Я хотел вам Показать То что В общем Достаточно Мощное Комбо Это Вот Это Вот Это Видите Он Вышел Ударил Еще Вышел Вот Да Теперь Смотрите Мы делаем Вот так Но Единственное У нас Конечно Вот этот Умер Ну Не страшно У нас Появилось Их Два Еще Да Плюс Те Кто Еще Может Ударять Вот Конечно Это Не совсем Как-то Эффектно Все Получилось То есть Бывают Более Эффектные Вот Эта Комбинация Все Зависит От Того Чего Кто Что Где Урона Может Нанести Какие Против вас Юниты Есть Либо Вообще Они Вот Но Вот Вы Поняли Механику Патрон Воина Очень Тоже Очень Очень Сильная Колода Так Ага Засаленсил Но Засаленсил Засаленсил В принципе Я уже Вам Показал Что Такое Патрон Воин Вот Так Угу Угу Ну Чем Это Можно Так Сделать Можно Так Сделать Это Довольно Так И Тоже Хорошо Пока Уберем Он Конечно Сейчас Наберет Это Это Пока Оставим Это В принципе Бы Бы Оставить Бы Сделать Вот Так И Подождать Что Нам Выйдет Я Как Жду Еще Такой Уже Комбо Также Завсегдатым И С Командиром Так Кодом Всадник На Кода Не Таймел Донес Ну Да Я Дам Догон Так Это Что А Ну Это А Ну Понятно За Удушевление Нет Вот Это Надо Это Надо Как-то Убивать Это Все Как-то Надо Это Все Убивать Да Он Сейчас Наберет Конечно Бромей Ну Ладно Я Жду Просто Какой Нибудь Еще Ну Не Какой Нибудь А Не Какой Нибудь А Именно Определенную Карту Да Он Набрал Он Тоже Что-то Ждет Кстати Кстати Он Тоже Что-то Ждет Тоже Жж Какую-то Карту Ждет А Я Как-то Прям Боюсь Чего Чего Он Ждет Как-то Не Знаю Слушайте Он Ждет Какой-то Или Комбо Или Что Смотрите У него Четыре Карты А Он Не Ходит У Него Четыре Карты А Он Не Ходит Это Меня Как-то Настораживает Я Тоже Жду Карту Сколько Осталось 11 Карт У него 12 Чего Он Ждет Он Какого-то Комбо Ждет Я Не Знаю Какого Комбо Либо У него Нечем Ходить Я Не Верю В Такое У Золотого Война Да Нечем Ходить Под Конец Игры Странно Все Это Подозрительно Ну То есть У него Он хочет Сказать Что у него Единственная Карта Которая Может Сходить Вот Это Я Прямо Даже Боюсь Ребята Я Не Знаю Там Прямо Даже Я Прямо Даже Не Знаю Че Делать То Че Делать Прям Я Даже Ребята Не Знаю Как То Я Поба Я Воюсь Даже Ну Давайте Так Вот Нам Собственно Не То Что Нечем Ходить Но Я Просто Жду 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 То Комбо Которую Я Жду Я Жду Ну Вот Это Хороший Приятный Бонус Удешевление Но Он Здесь Не Очень Критичен Хотя 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 Может Быть И Хорошо Ну И Что Ты Ждал Когда Я Как Ты Вытащил Но Я Вытащил Что У Те Там Казнь А Вот Ты Че Ждал Все Таки Подозрительно Что У него Четыре Карты Что Что Там За Карта Почему Он Ими Не Ходит Не Понимаю Непонятно Мне Я Таком Божду Поэтому Я И не Хожу Хотя Мог Давно Сходить Вот Этим Но Мне Это Не Очень Чего То Не Знаю Помогло Бы Не Сильно А Может Он Думает То Что Я Че То Жду И Он Ждет И Не Ходит Да Смешно Получается Но У него Не Патрон Воин Это Я Вам Точно Говорю У Него Че Че Непонятное Другое Не Знаю И Не Контроль Воин На Легендарках У Не Знаю Даже Че За Воин Какой То Че Он До Этого Оружения Вытаскивал Он Думал Что У Мне Слизнюк Что Либо Или Что Вообще Не Знаю У 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 видимо у меня суперплан какой-то а у меня суперплана то и нет никакого это жду единственная карта на не приходит просто это жесть сейчас давайте нам доиграть надо хотя бы это в этом закончим серию не как вот нико никак не хочет он меня до убивать хотя бы мог спокойно наверное и не знаю чего конечно за картами что это у него все заклинание что ли да не поверю я что у него 6 заклинок у него 6 заклинаний да не поверю я просто как так то вот вот тебя как-то на бей и бей и бей карту хотя надо было это ладно вот чем час не сделать давай 67 заклинаний а он комбо ждал неужели это патрон воин да ребята это патрон воин тоже и он ждал это комбо он жал завсегда то это же и я его ждал и первый завсегда ты пришел а мне автор но в мой второй он не пришел да смешно и сейчас придется когда уже просто до смеха то просто получилось нет она и до сих пор не пришел мне сейчас мы можем ему сделать и у него намного будет да это будет просто жизнь в общем нам не пришел наши завсегда ты 2 мы можем сейчас приколоться конечно это наделать ему этих ну просто так где приколы ребят просто для прикола да и все но уже проиграл просто для прикола давайте давайте для прикола вот он скажет вот зачем а зачем тут это сделал да вот он завсегдаты вот он народный годный завсегдаты а я не то нажал балбес я надо было вот это нажать да балбес я балбес ребята не знаю выиграл бы нет но надо было вот эту как-то нажат я какую-то фигню нажал жизнь ну в общем все понятно ладно не будем как говорится тянуть время тут понятно все все понятно тут я немножко ошибся но не факт чтобы я выиграл но все равно вот эту надо было нажать ну что ж всем спасибо кто смотрел подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем спасибо всем пока